Всем привет, друзья! С вами Риалай. Сегодня у нас ролик по игре American D. Да, давно они не выходили. Конечно, очень многие из вас подумали, что я покинул проект совсем, но на самом деле, да, я не играл все это время. Сегодня есть замечательный повод снять видеоролик и даже временно вернуться в игру, поскольку запустилось событие «Фестиваль Дома Ужаса в честь Хэллоуина». Самое замечательное в том, что это событие карточное. Независимо от того, получите вы топовую награду, вытащите ли вы все голограммы, которые вам нужны или нет, в любом случае вы останетесь довольны, поскольку событие это вам позволяет набить себе премиум аккаунт, сделать себе кало-помощника и куча-куча разнообразных призов, которые усиливают ваш аккаунт и делают ваше убежище сильнее. То есть это все имеется в данном событии. Ну а теперь давайте более детально его разберем. Во-первых, что здесь нужно? Здесь мы, как обычно, выполняем игровые активности, то есть ничего нового нету, но при этом за выполнение определенной активности есть вероятность, что вы получите одну определенную карту. Карты делятся на три вида. Это деловые, личные и засекреченные. Нажав на знак вопроса, можно посмотреть, за что именно вы можете получить определенный вид карточек. Например, деловые можно получить за победу в пвп-битве, за победу в битве турнира Утренней Мемоза, а также за победу в путевой точке Войнах Семьелэнда. Личные вы можете получить за отражение вторжения и сундука торгового центра, и сундука полученного на территории Дома Ужасов. И последний вид карточек это засекреченные, за отправку ресурсов друзьям и за получение ресурсов от друзей. Также за покупку донат валюты в магазине, за выполнение ежедневных заданий, за первое прохождение уровня логова Акул Базук с сундуками. Теперь давайте поговорим про награды. В качестве награды максимальный. По сути, здесь вы получаете голограмму на оружие и на броню. Голограмма усиливает ваши свойства оружия, либо броню придают ей какие-то новые уникальные свойства. Что такое голограмма, есть видео у меня на канале, я там более детально это все дело разбираю. Голограмма ваша не зависит от уровня оперативного центра. То есть у меня максимально десятый уровень оперативного центра, но при этом требования в диапазоне голограммы 75-89. То есть на 90 уровень я ее уже надеть не смогу. Поэтому, чтобы голограмма была под стать вашим уровнем, вам нужно прокачать бойцовскую комнату и еще прокачать себе бойцов. То есть голограмма зависит от уровня ваших бойцов. Выполняя игровые какие-то активности, вы будете получать карточки, которые будут автоматически регистрироваться вот в этой коллекции. Как только вы, например, полностью собираете коллекции, вы получаете максимальную награду. В которой есть возможность, что вы получите как раз-таки определенную голограмму на оружие, либо на броню. А также ниже указанные предметы. Здесь у нас имеется и премиум аккаунт, и калопомощник. Каждая собранная коллекция будет засчитываться как 1 балл и улетать вот в верхнюю шкалу, где нужно собрать 100 абсолютно любых коллекций. Без разницы. То есть любые 100 коллекций собираете, получаете гарантированную максимальную награду. Это вот этот вот уникальный артефакт, который называется злобный дух. Он призывает противные привидения, которые пугают двух случайных врагов. Персонажи под воздействием страха беспорядочно двигаются по полю боя в течение 2,6 секунд. Не срабатывает, если на поле боя осталось 2 или меньше врагов. Очень, кстати, хороший артефакт. Можно его сравнить с каким-нибудь оглушением, поскольку на 2,5 секунды вы просто выключаете противников. Помимо этого здесь имеется вкладка задания, где вы просто собираете определенное задание и разово получаете какую-то награду. Также здесь имеется рейтинг, но он ужасный, поскольку не поделен на уровне оперативного центра. Так что попасть в топ-100 будет очень сложно, особенно маленьким уровнем и особенно без доната. И последняя вкладка у нас называется магазин. Здесь вы можете приобрести себе котелок сладостей. Это некий такой боевой пропуск, с помощью которого вы получаете гораздо больше наград, чем, допустим, обычный игрок. Что у нас здесь имеется? За 800 рублей вы получаете себе котелок сладостей, который 100% вам дает премиум аккаунт на 15 дней. Легендарное оружие турнира, то есть именно с уникальными какими-то бонусами с магазина Мимоза. Случайный эпический стикер. Каала на 15 дней помощника. Золотая донат валюты в количестве 1500. Коллекционные карты 15 штук. 20 фиолетовых осколков. Бутылки Мимоза в количестве 6000. И уникальный хеллинский фон для твоего дома. Давайте более детально разберу, как работает награда вот с этого котелка. Вы его покупаете за 800 рублей и вы не сразу получаете вот эти все награды. Потому что эти все награды, они как раз таки спрятаны в этих коллекциях. Здесь есть гарантированная награда, которая вот указана сверху. И снизу, например, вы получаете Каалу помощника на 15 дней. За следующую коллекцию вы, например, получаете 1500 донат валюты. То есть за третью, например, вы получаете коллекционные карты и так далее. То есть вся вот эта вот награда, вы ее не сразу получаете. Она также спрятана вот в этих коллекциях. И как только вы собираете коллекцию, вы получаете просто дополнительную награду. Помимо этого, когда у вас будет активированный котелок, у вас еще откроется замочек вот этого сундука, где вы получаете 100% два легендарных предмета. Один эпический и один редкий. Это опять-таки только для тех, у кого будет котелок. Но эта награда довольно-таки слабая, поэтому вы спокойно можете играть без донатов в данное событие. Именно поэтому я считаю, что карточные события одно из самых лучших в игре. Потому что здесь можно не донатить. Помимо вот этого автомобиля, который приехал к воротам нашего гаража, у вас еще на карте появилась вот такая временная локация, которая называется Дом Ужасов. Здесь все предельно просто. Вам нужно все три ветки вот этих пройти. И как только вы проходите все три ветки, в конце у вас есть возможность сразиться вот с этим тыквой-маньяком. После победы над ним вы сможете получить одну из этих наград. Также здесь есть новый уникальный питомец, который называется Пушистый Приятель. Наконец-то они дают бонусы хотя бы к счастью. Поэтому хоть какой-то толк от этих питомцев да и есть. Ну а также вот можете ознакомиться с ниже указанной наградой, которую вы получаете за убийство этого босса. И можно за него получить карточки. После того, как вы один раз зачищаете эту локацию, она автоматически обновляется через определенное количество времени. Если вы не хотите ждать, то вы можете обновить ее за донат валюту. И следующее изменение, которое я заметил, это в комнате Джеффа появилась мини-игра. Она доступна один раз в день, где нужно помочь Стэну собрать мост, чтобы дойти до Франсин. Там тоже нет ничего сложного. Я буквально за пару минут все это дело прошел. Вот такое вот у нас интересное наконец-таки событие запустилось в игре. Я, наверное, даже немножечко поиграю. И, соответственно, если что-то еще будет у нас интересное, я обязательно запишу видеоролик. А на этом я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok